И начнем, конечно, с ЧП у дома торговли. Порыв ветра перевернул батут вместе с детьми. Все, кто находился на аттракционе, сейчас в больнице. Состояние большинства врачи называют тяжелым. С подробностями Никита Карабенков. Резкий порыв ветра и огромный батут, как пушинка, отрывается от земли вместе с находившимися там детьми. Самому старшему из них 7 лет, самому младшему 3 года. Сейчас они в больнице в тяжелом состоянии. Сколько детей, наверное, человек? 5 или 6 было. Дети в крови были, а не знаю, он скоро же увезла. Рев, крик был, где мамы плакали. Конечно, каждому ребенку... Да вы посмотрите, у них батут-то закреплен. Вот такой вот веревочкой. Один мальчик-то тяжелый, лежал, не шевелся. Дети плакали, из ушей кровь сила у ребенка. Все-все в крови. Ну, естественно, он на бетон кинул их. Выбежал, батут уже находился на этом месте. Я просто на него запрыгнул, достал оттуда ребенка последнего. Ему повезло больше всех. Он даже не напуган был. Он просто в шоковом состоянии, наверное, находился. Ну, а так не пострадал он. Остальных я видел. Две девчонки лежали там. Два ребенка. Одна девочка, да. И один мальчик там лежал. Они были без сознания. К этим старым колесам вот на таких тонких веревках крепился батут. Как мы видим, порыв ветра смог их с легкостью оторвать. И дети падали с 4-метровой высоты на бетон и камни. Ответить, почему детский аттракцион оказался небезопасным, персонал батута не посчитал нужным. Работала, работала. Я с комментариев давала. Больше давать не буду. У меня в том и сидит. Будет определяться степень соблюдения требований безопасности именно по установке батутного комплекса. Сейчас по собственнику выясняем. Здесь частное лицо. Будем сейчас на него выходить. Хотелось бы отметить, что в администрации города разрешение на установку не выдавалось ввиду того, что это частная территория. Батут вместе с детьми не унесло на дорогу только потому, что он зацепился за столб. Но даже несмотря на это, ситуация тяжелая. У четверых закрытые черепно-мозговые травмы. 7-летний мальчик получил перелом затылочной кости, а за 4-летняя девочка повреждение шейного отдела позвоночника. И еще один ребенок, тоже достаточно тяжелый. Сейчас требуется репозиция, то есть перелом предплечек. Сейчас дети полностью все обследованы. Четверо детей реанимации. На сегодняшний день операции не требуется, лечение только консервативное. Травмы, они все связаны с ушибом головного мозга. Такие травмы, потому что у детей буквально выкинул на тротуары камни. С родителями-врачами в больнице общался и Игорь Шутенков. А на месте ЧП руководитель администрации города дал поручение создать рабочую группу. Включим туда представителей районных администраций, комитетов по земле, имуществу. И составим реестр всех таких батутов в городе Улан-Удэ. И проверим их на соответствие. Техническое соответствие, ну и, честно говоря, надо проверить и на санитарное соответствие. По результатам уже будем принимать решение. Специалисты уже дали свой вердикт. Случившаяся вина собственника батута. На месте до вечера работали следователи, опрашивали очевидцев и персонал аттракциона. Сотрудники изъяли документы и занялись поисками владельца. По некоторым данным, его нет в городе. Никита Корабенков, Борис Геленов, телекомпания «Аригус».